добрый день сегодня мы с вами поговорим о об одном из трех самых важных еврейских праздников праздник который раньше сопровождался паломничеством и так и называется праздник один из шалош шалош регалим это праздники паломничества называется сукот сукав в переводе означает шалаш но не в обычном нашем понимании двускатная крыша и много романтики вот а предполагается что это в целом четырехугольная в плане строения и критерием временности указанием на временность является то что крыша из будущее сделано из древесных материалов должна при условии что есть дождь должна пропускать капли дождя внутрь и так эта крыша временная и это указание на то что жилище это время какой во всем этом религиозный то есть таранический смысл дело в том что в таре написано что раз в году в указанное время то есть после роша шана все евреи должны выходить из постоянных жилищ и переходить уже вещи временные для чего дело в том что к этому времени заканчивается сбор урожая и когда человек собрал по работам в течение года собрал урожай то естественное ощущение человека собравшего урожай после целого года работы это гордость и удовлетворение естественное плодами своих работ и своим успехом и таким образом ощущение человека который достиг желаемого это естественная гордость почему важно контролировать это ощущение дело в том что нам известен известно выражение я сам себя сделал то есть это выражение это выражение человека который добился многого действительно многого очевидно успешного своим собственным трудом почему это важно для религиозной коррекции дело в том что с еврейской точки зрения от нас зависит процесс но не результат результат зависит от бога и вот это ощущение что от меня зависит процесс я трудился и естественно я получил исключает бога из из ощущений из системы ценностей и ставит в центр мироздания свое собственное личное я пока наше я мы воспринимаем как как часть божественного плана то все хорошо мы сохраняем свою индивидуальной с одной стороны и при этом с уважением к богу к хозяину этого мира к творцу тому кто поддерживает мироздание но если мы бога убираем то в таком случае мы создаем себе идола из собственного эго и таким образом суккот призывает нас к не только к интеллектуальной но и к эмоциональной скромности и признавая собственные заслуги ну естественно вот мы все-таки оставляем место в душе для бога сказано где чего бог не может где тот камень который бог создавший не может поднять есть такой вопрос этот камень это душа человека боги и создал с условием свободной воли свобода выбора и если человек злоупотребляет этой свободой выборов данной ему самим богом в таком случае по тем правилами законам которые бог определил для своих творений он не вмешиваясь в эту ситуацию тем не менее считает ее негармоничной ненормальной а человек который ставит в себя в центр мироздания оказывается может быть глух и недостаточно эмпатичен для того чтобы воспринимать всерьез потребности других людей таким образом идол которого мы создаем внутри самого себя он опасен и для нас самих и для окружающего общества и задача задача праздника суккот вернуть человеку ощущение что все зависит от бога то есть конечно забрал урожай молодец конечно год закончился конечно у тебя есть постоянное жилище но тем не менее ты знал кто хозяин этого мира и переходишь в жилище время и твое благополучие таким образом напрямую зависит от того есть дождь нет дождя холодно холодно вот и законы суки направлены на то чтобы но человек там есть может подремать встречать гостей изучать тору благословлять развлекаться ходить в гости другую суху приятелям вот но общая задача это вернуть человеку ощущение что есть над нами хозяин чья власть безгранична и тот кто создал этот мир и тот кто его поддерживает для того чтобы сукка была обладала статусом полноценного жилья ну при оговоренных условиях мы знаем что над ней не должно быть кроны дерева нависающие крыши и так далее вот чтобы она имела определенные размеры которые позволяют человеку находиться внутри и даже если мы сумеем соблюсти все и всяческие законы которые касаются объемов суки формы суки материалов суки и так далее есть одно условие при котором сукка может оказаться абсолютно не кошерный и это условие и процесс ее постройки если в процессе постройки суки и кто ее строят ну например рабочие которые помогают или которым заказано постройка если мне оплатили не доплатили не вовремя заплатили или заплатили а потом потребовали вернуть часть вы тоже бывает если с ними обходились грубо неэтично унижали то или не дай бог какие-то материалы для суки оказались ворованными ну то есть или неоплаченными и оплаченными не полностью это сука не может считаться кошерным разумеется человек может не знать об этом и в таком случае на нем нет вины в том что он пользуется такой сукой но если он об этом знает то категорически запрещено пользоваться этой сукой то есть изучать тору благословляет и выполнять разные ритуальные действия которые предполагаются итак что еще может сделать сукой не кошер например если кто-то хочет войти в нее чтобы выполнить митву и у него другой возможности нет а ему мешает это сукой не кошек то есть она не выполняет ту миссию ради которой она построена и более того это может сопровождаться проявлениями негостеприимства а гостеприимство мы знаем это одно из величайших добродетелей которым был известен авраам и его потомство то есть мы то есть сука выполнять целый ряд задач и есть задачи сугубо теологические есть задачи сакральные есть задачи ритуальные есть задачи социальные задачи этичные этического плана и весь комплекс этих задач приводит к тому что мы знаем среди евреев есть как среди всех людей есть разные мнения по разным вопросам естественно и очень трудно с учетом психологии нашего народа где у каждого есть свое мнение иногда даже два вот найти общий язык разумеется мы стараемся целом у нас получается но задача крайне сложно и для того чтобы проиллюстрировать сложность этой задачи я приведу следующий пример весь еврейский народ то есть ни один человек ни с одним человеком не ссорился более того простил долги если мог это сделать или вернул долги если должен был это сделать и была такая возможность никакие ссоры все ссоры были закончены все претензии были прекращены и так далее это было только три дня в еврейской истории до дарования торта ни до ни после вся наша четырехтысячелетняя история не знает подобных случаев к сожалению так вот бог посылал нам пророков мутрецов царей поэтов мучеников философов подвижников героев но они не сумели объединить еврейский народ а вот сука простое строение с временной крышей оказывается может из суку приходят люди очень разных убеждений с очень разными жизненными позициями с разным жизненным опытом и разными мнениями и установками которые часто исключают друг друга тем не менее сука обладает особым притяжением в этом смысле и именно это это ее способность объединять очень разных людей ставит ее на уровень в еврейской традиции чрезвычайно высокий оказывается простое строение способно но простое строение разумеется с подачей лично бога освященная торы и так далее авторитетом тех кто ну кто поддерживал эти законы тем не менее простое строение способно сделать то чего не смогли ни поэты ни мудрецы ни пророки ни герои и так далее что происходит в самой суке ну кроме того что ее стараются сделать красивой не просто так а по возможности есть такой принцип называется украшение мицвы если можно что-то сделать красиво обязательно стараются сделать красиво что происходит в суке из того что должно происходить ну кроме того благословения изучения торы встречи с друзьями и так далее туда приносят такой особый еврейский букет называется 4 вида растений на иврите арбами ним арбами ним это побег финиковой пальмы не раскрывшиеся такой верхний прямой это то что называется по-русски цитрон а на иврите трог это не лимон это вид цитрусовых так его кушать нельзя но из него после сукот варит чудесное варенье это мирт на иврите называется хадас такие только кустарник его им обсаживают в израиле там палисадники вот у него очень листочки обладают особым сильным пряным очень приятным запахом вот и это его арава ну не любая ива а именно определенный вид ивы который растет по берегам водоема есть разное объяснение почему именно эти растения используются для специального букета арбаменем такая еврейская кибана есть разное объяснение одно самое общее это объяснение которое учитывает два критерия это из добрые дела и занятия торы то есть теории практика добрых дел так вот с этой точки зрения полнотой тем растением которое символизирует полноту исполнения добрых дел и изучение торы является цитрон это рок у него есть вкус и запах у растения которого есть запах но нет вкуса мир это добрые дела но нет тоже но нет практики добрых дел но нет теории и ни добрых дел ни изучения не тор ничего не теории не практики то есть у ее листьев нет ни вкуса ни запах и наконец лулав побег финиковой пальмы то есть имеется ввиду финик в результате у него вкус есть запаха нет и речь идет о том что добрые дела есть изучение торы это с точки зрения ну вот соотношение добрых дел и и изучение торы преподавание в том числе есть другие системы где говорится что вот эти вот листики мирта это напоминают глаза лист ивы рот сердце символизирует и трог то есть цитрон а позвоночник это побег финиковой пальмы кто-то говорит что побег финиковой пальмы символизирует меч это то есть комментариев бесконечно много теперь возникает вопрос почему этот букет называется арбами а проблема вот в чем а на иврите вид называется мин или разновидность называется мин но слово мин имеет еще одно значение это еретик нарушитель торы почему же четыре вида растений называют символизирует четырех еретиков то есть каждый из них еретик ну допустим его не добрых дел не тор более-менее понятно почему теоретики торы у которых нет добрых дел называются еретиками мы тоже можем представить если человек только изучает тору благословляет и молится но ничего доброго в жизни не делает то это своего рода нарушение потому что десять заповедей которые ему шарабейн принес с горы синай вытесаны на двух каменных досках из них пять касаются отношений человека с богом опять человека с человеком с обществом таким образом не соблюдение ну там пяти из десяти как не это является нарушением понятно лула тоже понятно да тора есть не думать почему отрок у него есть и добрые дела и тора да то есть есть люди которые изучают тору благословляют молятся при этом делают множеством добрых дел почему они называются еретиком каждый по отдельности обладает своими особенностями даже полнотой того чего тора ожидает от человека но тем не менее если он не в букете тогда как то есть не присоединен к обществу тогда когда это должно быть и и символизированы и так далее и так тот кто должен быть вместе с обществом имея ввиду свои там способности возможности заслуги и так далее если он от общества отдаляется отделяет себя то он еретик то есть там где тора ожидает взаимодополнение взаимопомощь связь связи друг с другом то любое нарушение этих связей оно второе осуждается и таким образом мы говорим о четырех еретиках но каким образом букет из четырех ну таких типологических представителей может оказаться кошерным только при условии что есть руки которые их держат и соединяют между собой то есть только наши усилия эмоциональные интеллектуальные физические личные позволяют четырем еретикам выполнить митву которую Бог ожидает от евреев суки когда мы соединяем эти четыре вида растений вместе и произносим благословление то есть таким образом наше личное участие напоминает нам о необходимости взаимопомощи и теологической то есть теоретической и практической и вот это взаимопомощь и является тем нескрываемым методом это не секрет который позволяет еврейскому народу не просто выживать а еще и процветать в достаточно тяжелых иногда условиях проблемных то есть мы говорим о том что все что препятствует связи евреев друг с другом осуждает Сатуре и только наша связь друг с другом позволяет нам сохраниться то есть мы говорим о коллективной ответственности еврейского народа которая возникает из ответственности одного за другого холи израиль хаверим это весь израиль товарищи так задумано богом и отвечают друг за другом и поэтому появляется понятие коллективной ответственности чаще всего это понятие нас выручает достаточно что остаются праведники и даже если множество из нас в разной степени нарушают не соблюдают то в заслугу этих праведников весь народ сохраняется но если не дай бог заслуг праведников недостаточно то тоже тот же феномен коллективной ответственности оказывается для нас страшным то есть если заслуг всего еврейского народа не хватает то заслуг и прежде всего мы говорим о заслугах наших праведников то весь еврейский народ страдает и мы знаем такие случаи так вот у суки и у арба минин есть две очень большие задачи сверх задачи первая задача чтобы не было плохо чтобы не было плохо что было сука напоминает о том что есть бог есть хозяин от него все зависит от нас процесс от него результат и отсюда следует принцип пошлю благословление во всех делах рук ваших то есть мы не можем ожидать благословления если мы не приложили личные усилия с другой стороны мы не можем рассчитывать исключительно на личные усилия не имея ввиду бога это одна часть чтобы было как минимум чтобы не было плохо и чтобы было хорошо вторая часть чтобы не было плохо и чтобы было хорошо это напоминание о том что мы все связаны друг с другом и что эта связь предполагается богом что она нерушима и что любое ослабление этих связей введет к может привести не дай бог к катастрофе и мы знаем такие случаи то есть сука с одной стороны предостерегает от плохого а с другой стороны призывает к хорошим вот это то что отличает суку от многих других праздников более того есть еще одно отличие во все другие праздники мы ничего не строим а здесь мы строим суку и это сука призвана объединить евреев между собой и с богом вот это сверх задача какую какое еще строение выполняла эту функцию и было призвано выполнить эту задачу сверх задачу структуры только храм сначала переносной пустыни потом переносной в израиле пока не был построен первый постоянный храм но он оказался разрушен он оказался разрушен из-за идолопоклонства кровопролития и разврата а второй храм в его время не было ни идолопоклонства ни кровопролития особого такого ни разврата а что было а была ненависть евреев друг к другу и вот эта ненависть евреев друг к другу которая как минимум ослабляла как максимум ну губила в результате она привела к разрушению второго храма но вот время храм первый был великолепным второй во времена ирода строителя великого ирода у него масса недостатков и преступлений но и великое величайшее множество заслуг об этом мало кто говорит так вот он отстроил второй иерусалимский храм который отличался особой пышностью великолепием но святости в нем такое не было как в первом но дело даже и не в этом оба этих храмов которых которые стоили очень больших усилий в которых хранилось золото для примера когда римляне разрушили второй иерусалимский храм они только из храма около трех лет вывозили золото в рим и на 25 лет в результате граждане рима были освобождены почти от всех налогов например колизей построен на еврейские деньги это все то золото которое римляне вывезли из разрушенного храма вот нет у нас храма больше двух тысяч лет а сука есть сука временное непостоянное слабое относительно ну понятно жилище но оно есть и она выполняет ту же функцию которую призван был выполнить храм но не выполнил ну мы говорим выполнил храм понятно что евреи которые жили во времена более того каждое поколение при жизни которого храм не восстановлен считается его разрушить и это не просто считается а в принципе так оно и есть все те проблемы которые привели к разрушению храма до сих пор в общенациональном масштабе не решены но в на уровне усилий отдельных людей общин групп так далее семей этот вопрос решается и знаком того что эта проблема на каком-то уровне пусть ограниченным пусть частным но решена знаком этой знаком решения этой проблемы оказывается сука которая объединяет евреев и между собой и с богом и не просто между собой как современников но и как тех которых с нами нет которые когда-то ее строили и передали нам знанию о необходимости строить и и понимание и так далее и тех которых с нами еще нет наши там у кого будущие дети у кого будущие внуки правнуки и так далее то есть сука объединяет не только евреев в пределах одного поколения то есть современников но и объединяет поколение евреев старших с младшими тех кого с нами уже нет с теми которых еще с нами нет и таким образом сука оказывается связующим звеном и для множество разных людей и и целых поколений и связующим звеном с лично с богом который от нас ждет выполнение митцвуд то есть а сука это символ который мы который работает только в том случае если мы если мы к нему обращаемся как к тому что требует бог через свою тору как он это изложил через муж рабы моисей что еще важно где мы еще находим нашу суку может быть это только наше изобретение оказывается и бедуинские племена которые кочуют вдоль красного моря до сих пор оказывается строят свои жилища точно так же по тем же правилам и выглядит они точно так же как наши суку трехугольные в плане строения покрытые неважно циновка из растительных материалов ветками и так далее стены могут быть из любого материала а вот важно чтобы не качались там больше чем на 20-25 сантиметров во все стороны под ветром но крыша должна быть из растительных материалов что еще важно есть такой праздник во время суккот называется ушана раба великое спасение это день когда евреи молятся о дожде это считается новым годом дождей имеется в виду для страны израиля и пинагоги отмечают особо празднично обходят биму то есть возвышение не читают то и так далее а вот благословляют достаточно красиво но что еще отличал евреев в соблюдении требований праздника суккот когда был храм и совершались жертвоприношения жертвоприношения совершались за 70 народов мира ну по еврейским представлениям 70 народов мира из которых произошли там все современные народы в результате там смешения замещение и так далее и так далее но по еврейским представлениям в основе мира находится 70 народов все остальные комбинации так вот были времена когда евреи воевали с некоторыми из 70 народов этого мира но даже и в этом случае евреи приносили жертвоприношения за их благополучие то есть за благополучие наших врагов о чем идет речь не о победе наших врагов над нами больше сохранить нет но о том чтобы они поняли осознали тщетность вражды с евреями оставили враждебность и жили с нами в ней кроме того мы молились об их и материальном и духовном благополучии чтобы даже воюя с нами те кто ни в чем не виноват чтобы они не пострадали то есть мы молились о благополучии наших врагов это очень сложно потому что естественное чувство по отношению к противнику это чувство злобы ненависти желание уничтожить а еврейская традиция говорит о том что воюя с противником надо постараться избежать чувство мстительности враждебности и злобы а просто выполнять свою работу по мере ее необходимости вот это вот это чувство сопричастности вечным ценностям которые превалируют то есть они намного превышают конъюнктуру наших нашей жизни события чувств и так далее и так далее вот вот эта установка на вечное милосердие бога делает нас или должно сделать нас богоподобным понятно что у бога нет ручек ножей головы но когда мы свою свободу воли свободу выбора используем для благополучия этого мира то мы следуем великому принципу исправления этого мира тикун олам таким образом у суки у ее истории у истории ее жертвоприношения когда был храм у у законов ее постройки у этики которая сопровождает практически все связано с суккот а мы знаем что этика предшествует таре то есть невозможно быть хорошим евреем не будучи этичным человеком и вот эта установка на то чтобы как минимум не было воровства жилобства ограничений и так далее разного рода вот эта установка она поддерживает в нас то человеческое чего бог от нас ждет и то еврейское что бог от нас ждет то есть у нас есть общечеловеческие принципы этические связанные с суккот а есть частные ну вот там арба мини и так далее где мы видим что вот все вышесказанное именно так понимается если кто был в суки и обратил внимание то видел следующую картину когда берутся эти арба мини суки положенное время то есть светлое время суток и произносится благословление первое в первый раз когда человек это делает то произносится благословление шейхи давши нам даже его существовать и до этого времени благословление о том что бог нам заповедовал находиться в жить в суке и последнее за за то что дал нам заповедь подымания лула ну то есть всего букет где мы видим иллюстрацию того что что речь идет и об этических принципах и о ритуалах и об истории и о личном ощущении не просто ощущение а причастности к тому что бог от нас ждет где мы это видим когда совершаются после того как сказаны все благословления совершаются движения вот с этим букетом что делать что человек делает держа в руках этот букет он его двигает вперед то есть понятно что все молитвы и благословления это это лицом к израилю в израиле к иерусалиму в иерусалиме в сторону храма в храме сторону святая цветы вот находясь скажем здесь первое движение это на юг то есть в сторону израиля второе это на север противоположное движение ну там тоже есть создание божие и речь не идет только о евреях о благополучии всего мира которого мы желаем благополучия это север ну понятно запад восток это тоже понятно есть движение вверх благословление миру ангелов миру развоплощенных невоплощенных или развоплощенных сущностей задачей которых является соединение ну а все что в нашем мире связано с соединением это воспринимается как благополучие удовольствие радость ну например там совместная трапеза свадьба рождение ребенка но есть еще одно движение движение вниз и это благословление миру невоплощенных или развоплощенных сущностей задачей которых является разделение а в нашем мире что такое разделение это многое связанное с тяжелыми переживаниями почему же мы их благословляем дело в том что невозможно соединение без разъединения и они выполняют свою работу свою работу ту которая является частью этого мира так вот так вот когда мы благословляем четыре стороны света мир ангел и мир демонов мы желаем гармоничного гармоничного выполнения мицелот всеми обитателями этого мира всеми каждый выполнял свою работу если это происходит гармонично то есть в соответствии с планами творца то наша жизнь протекает в соответствии тем чего мы от жизни ждем и тогда то что происходит оно происходит как минимум не так плохо а как максимум так хорошо вот это задача суккот сука суккот продолжаются в израиле симки вне израиля отмечается первый и второй день последний и еще один вот тот который еще один это он значит по себе называется восьмой после суки после суккот восьмой и этот восьмой день он не называется суккот он называется шмини ацерет восьмой стоп то есть вот благословляли 70 народов в мире выполняли мецвод замечательно вели себя прилично а теперь бог говорит побудьте со мной теперь этот день просто для того чтобы избранный богом народ избранный для соблюдения мецвод изучение торы для того чтобы показывать пример окружающим в первую очередь для работы и и добрых дел и торы вот вот этот день шмини ацерет но есть еще один день называется симхат тара следующий и вот симхат тара в израиле отмечается даже когда шмини ацерет а вне израиль праздники и симхат тара это отдельный праздник переводится как праздник тор строго говоря это новый год изучения торы к этому времени заканчивается цикл чтения торы весь текст разделен на 54 56 глав ну соответственно количество недель в году и заканчивается цикл чтения торы одного года и начинается в тот же тот же тот же буквально тот же вечер практически вот и начинается чтение следующего цикла то есть заканчивая читать последнюю главу и начинают читать первую главу и вот в этой преемственности чтение то есть изучение торы мы видим залог поддержания и благополучия евреев и благополучия этого мира то есть если бы народы мира знали понимали все всю ценность описанную в таре которую соблюдают евреи они бы просто присоединились насколько это возможно вот к тому что является ценностью торы например семь требований торы обращены к народам мира это запрет идолопоклонств запрет проклинать имя бога запрет убийство незаслуживающего смерти запрет воровства и грабежа и вымогательства соответственно запрет путаться с чужой заблужденной женщиной запрет мучить животных причинять страдания сверхкрайней необходимости и последнее положительное требование это создать суд который будет судить на основании этих требований то есть не по принципу кто лучше судью кто успешнее судью запугает или подкупит или соединит одно с другим а речь идет о справедливости и милосердии вот если бы народы мира глядя на евреев оценили бы значимость торы даже в том что их касается он не но относительно немного то жизнь всего мира была бы лучше но мы оптимисты у нас просто другого выхода нет вот и поэтому мы стараемся соблюдать требования торы и прежде всего этические требования и показывать добрый пример и помогать окружающим и евреем и неевреем и живой природе и неживой природе вот в соответствии с тем чего бог ожидает от нас как он это изложил в своей торе которая передана через моши то есть по закону моши и израиля я я желаю вам хорошего праздника и чтобы мы его весело отпраздновали и чтобы получили удовольствие и чтобы выполнили митсвот торы как этого бога ожидает от нас и чтобы самое главное наши дети внуки правнуки и так далее продолжали эту традицию есть высказывание которое не соответствует прямому тексту торы спросили однажды это был пример министр израиля один из леви школ и он сказал что ну понятно мы знаем определение евреи это тот кто родился от мать еврейки либо перешел юдоис а вот понятно что мы не никого не агитируем более того даже убеждаем чтобы не переходил а вот есть человек сильно хочет и у него нет никаких материальных стимулов для этого или социальных или патримониальных семейных то конечно же такой человек учит Тору выполняет и по решению еврейского государства становится еврей разумеется абсолютно доброволь так вот есть еще одно определение нет ироническое левей школе сказал что евреи это тот у кого внуки евреи оно нет ироническое но мне она представляется очень важно то есть не просто самим соблюдать не просто детей научить но создать тот сверх ресурс который позволит и нашим детям своих детей тоже приобщать к Торе и добрым делам как об этом сказано в Торе изложенной Моше по закону Моше Израиля вот так и и и Продолжение следует...